От лица университета я сердечно приветствую всех присутствующих гостей и лауреатов нашей сегодняшней премии на церемонии ежегодной вручения премии Фонда Добрососедства имени Карлова. Меня зовут Александровский Иван Сергеевич и позвольте передать слово для приветствия проректору покадровой политики МГИМО МИД России Морозову Владимиру Михайловичу. Иван Сергеевич, спасибо большое. Иван Сергеевич Александровский, заместитель начальника управления по работе с студентами-выпускниками МГИМО. Уважаемый Евгений Викторович, уважаемая Ирина Витальевна, дорогие студенты, я сердечно вас приветствую на нашей необычной церемонии. Не хочется говорить банальных вещей о том, каким год был тяжелый, но тем не менее все мы сейчас находимся в такой ситуации, когда очно вручить такие стипендии именные, к сожалению, не получается возможным, но можно, тем не менее, провести церемонию, сделать такую отметку накануне окончания 2020 года, приятную отметку, и, так сказать, объявить торжественно об этих премиях, поговорить о делах насущных. Ну, я бы хотел сказать, что несколько слов о премии самой. Сама премия Фонда содействия развития международных связей и сотрудничества добрососедства учреждена именно для студентов нашего университета в честь выдающегося дипломата российского, чрезвычайного полномочного посла, который трагически погиб, как вы помните, Андрея Геннадьевича Карлова. Премия учреждена в 2017 году и присуждается на ежегодной основе. Присуждается премия для студентов 3-4 курса бакалавриатом факультета международных отношений и магистрских программ МГИМО в соответствии с уставом фонда в целях содействия развитию международных связей и сотрудничества в сфере образования и науки, а также создание условий для поддержки талантливых студентов МГИМО, раскрытие их творческого потенциала. Премия, напомню, присуждается за успехи в научной работе с учетом значительных достижений студента в учебной и общественной деятельности университета. Лауреаты, если технически подойти к этой стороне вопроса, отбираются комиссией по премии, в которую входят представители МГИМО, фонда добрососедства, утверждены решением ученого совета факультета международных отношений МГИМО. Я бы хотел еще пару слов сказать о том, какая работа вообще ведется в университете. Мы очень рады, что фонд учредил в свое время такую премию. Она подчеркивает важность работы факультета международных отношений. Я приветствую Андрея Анатольевича Байкова, декана факультета, проректор университета. Мы уделяем большое внимание работе с студентами, в части, касающейся их научного развития. И факультет международных отношений активнейшим образом включился в свое время в эту работу и продолжает ее. На сегодняшний день вообще у нас в университете, при том, что, как вы знаете, у нас где-то 8300 человек обучаются в кампусе Вокна-Вернадского, больше тысячи человек сейчас получают те или иные именные стипендии. И это не просто какие-то социальные стипендии, которые положены бюджетным студентам, это стипендии, которые выплачиваются за заслуги. И вот как раз точечный формат вручения этих стипендий, он как раз говорит об индивидуальном подходе различных учреждениях и, прежде всего, университета, подходит точно к работе и к отбору выдающихся важных наших студентов, которые потом получают соответствующее свидетельство, получают соответствующее денежное вознаграждение. Уверен, что вы не за денежное вознаграждение стараетесь, конечно. Но, тем не менее, больше тысячи человек сегодня получают такие различные именные стипендии. Я, конечно, выражаю благодарность руководителям фонда Евгения Викторовича и Ирине Витальевне за ту работу, которую вы проделываете для того, чтобы поддерживать наших студентов. Ну а мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы с каждым годом наши студенты, которых мы представляем к премии фонда Карлова, были качественнее и качественнее. Я вас благодарю. Ну, заранее, хочу сказать, теплые слова в адрес студентов, потому что вы должны понимать, что три человека в год из всего университета – это дорогого стоит. Поэтому присоединяюсь заранее к словам поздравления, но пока вас еще официально не объявили. Тем не менее, Иван Сергеевич, я вам передаю слово. Спасибо. Спасибо, Владимир Михайлович. Я, прежде чем передать слово представителям фонда, Евгению Викторовичу Быкову, генеральному директору, хотел бы всем присутствующим, и в первую очередь вам, Ирина Витальевна, вам, Евгений Викторович, доложить, что когда была учреждена премия имени Андрея Геннадьевича Карлова, мы на ежегодном открытии дипломатического модуля, есть у нас такое мероприятие, докладывали, собственно, Владимир Михайлович, перечисляя достижения университета на данном направлении, сообщил о том, что вот в частности учреждена такая премия, и замминистра отметил этот факт. Для приветственного обращения передаю слово Евгению Викторовичу Быкову, генеральному директору фонда добрососедства. Спасибо, Иван Сергеевич. Я рад приветствовать вас, Владимир Михайлович, Андрей Анатольевич. Наши уважаемые лауреаты премии. Сегодня мы вручаем эту премию уже в четвертый раз. Начиная с 17-го года лауреатами стали 9 человек. Очень приятно, что наш первый лауреат Бобров, Александр, он сейчас прекрасно работает в ГИМО. Он был председателем клуба Карлова. И нам очень приятно, что первую премию получает Дербугова Ольга Викторовна. Она сейчас является председателем клуба Андрея Геннадьевича Карлова. Очень приятно. Очень приятно, что все наши лауреаты, я имею в виду и Победенного Вячеслава Андреевича, и Аганяна Аванеса Радуимовича, работы их посвящены самым актуальным темам. Вот прекрасная работа Ольги Викторовны, посвященная Евгению Максимовичу Примакову. Ну, я не буду много говорить, все мы знаем, кто такой Евгений Максимович. И нам очень приятно, что уже четвертый раз такая премия будет вручаться лучшим студентам факультета международных отношений в ГИМО. Я вас поздравляю от всей души с этими премиями, с этой высокой наградой. И я думаю, что у вас вся жизнь впереди, и вы достойно будете продолжать вашу дипломатическую работу на благо нашей страны. Я желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все у вас в этой жизни было хорошо. Ну, и с наступающим Новым годом в преддверии всего этого. Всего наилучшего, ребята. Спасибо. Евгений Викторович, спасибо за такие теплые слова. Прежде чем мы перейдем к чествованию наших лауреатов, я хотел бы предоставить слово проректору по научной работе и международному сотрудничеству и одновременно декану факультета международных отношений, того самого факультета, студента которого и становится лауреатами этой высокой премии, Андрею Анатольевичу Байкову. Спасибо, Иван Сергеевич. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемый Евгений Викторович, очень рад вас видеть сегодня, сегодня, хоть и в таком уже привычном, но тем не менее не удовлетворяющем нас полностью формате. Я горд тем, что имел отношение к учреждению этой премии и организации первого вручения этой премии лауреата. Мне кажется, мы заложили замечательную традицию, все-таки четвертый раз. Это уже достаточно серьезно. Это показывает, что эта премия может быть отнесена к числу традиционных, постоянных. И уверен, что в перспективе времени она будет насчитывать много лауреатов, в каждом из которых наш университет будет гордиться. Хоть мы и учредили ее по печальному поводу, тем не менее традиция поощрять студентов за научную деятельность в ремиумных отношений, несомненно, это правильный шаг. Такой премии не хватало в нашем институте и на нашем факультете. И я отдельно хотел бы еще раз поблагодарить фонд Добрососедства и вас, Евгений Викторович, как его руководителя, за эту инициативу. Для нас она исключительно ценна. В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено много достойных кандидатов. Среди них были студенты, которые интересуются разными гранями международных отношений и дипломатии. И наша задача была в том, чтобы выбрать среди них тех, кто проявляет себя одновременно и как начинающий исследователь, но и вместе с тем, как человек, чувствующий в себе склонность к практической дипломатической работе. И мы, как мне кажется, выбрали наиболее талантливых лауреатов в этом году из числа студентов в факультете МОО. Их отличает не только успеваемость по учебе, но и активная общественная жизнь, в том числе в рамках дипломатического клуба, который сегодня носит имя Андрея Геннадьевича Карлова. Вместе с тем и публикационные их достижения уже таковы, что их работа вполне можно было бы представить в солидной редакции научных журналов. Я уверен, они были бы там по достоинству оценены. Поэтому выбор этого года со всех сторон и со всех точек зрения себя оправдывает. Я рад, что благодаря фонду и с помощью средств, которые выделяет фонд, мы имеем возможность поощрить таких студентов и отметить их труд. Конечно, в жизни личные достижения и признание этих достижений не всегда сопутствуют друг другу. И я хотел бы пожелать лауреатам, чтобы в их жизни успех всегда приходил заслуженно, но при этом, чтобы чувство радости от этих успехов и инстинкт постоянного саморазвития, самосовершенствования никогда бы не притуплялись. Факультет МО гордится той эстафетой преемственности, которую бережно их хранят и передают через поколение выпускников, действующих студентов, абитуриентов, то есть будущих студентов, наши выпускники-лауреаты этой премии. Тем самым они укрепляют наш научный уровень, научный уровень экспертизы внешней политики и дипломатический потенциал России. В добрый путь я хотел бы поздравить лауреатов, пожелать всем хорошего новогоднего, предновогоднего настроения и еще раз поблагодарить фонд Добрососедства за неизменную поддержку. Спасибо большое и примите поздравления. Андрей Анатольевич, спасибо большое. Коллеги, теперь разрешите огласить список призеров. Я, хотя, собственно, все имена уже сегодня были произнесены, но мы соблюдем негламент и протокол. Поэтому, возвращаясь к официальной части, сообщаю вам, что рассмотрев материалы кандидатов на получение премии имени Андрей Геннадьевич Карлова в 2020 году, комиссия вынесла следующее решение. Присудить премию Карлова первой степени Фонда Добрососедства студентке третьего курса бакалавриата факультета международных отношений МГИМО МИД России Дербуговой Ольге Викторовне за высокие результаты в учебной, общественной и научной деятельности, а именно научно-исследовательскую работу Евгений Максимович Примаков мы не торгуем своими принципами. Присудить премию Карлова второй степени Фонда Добрососедства студенту третьего курса бакалавриата факультета международных отношений МГИМО МИД России победенному Вячеславу Андреевичу за высокие результаты в учебной, общественной и научной деятельности, а именно за научно-исследовательскую работу ОДКБ и его роль в обеспечении военно-политической безопасности на постсоветском пространстве. И, наконец, присудить премию третьей степени имени Карлова Фонда Добрососедства студенту второго курса магистовской программы «Внешняя политика и дипломатия России» факультета международных отношений МГИМО МИД России Аганяну Аганесу Артуровичу за высокие результаты в учебной, общественной и научной деятельности. Его научно-исследовательская работа посвящена исламистскому восстанию в Мазальбике. Уважаемые коллеги, на этом у меня все. Я еще раз благодарю представителей фонда, я благодарю администрацию университета в лице наших уважаемых проректоров Владимира Михайловича, Андрея Анатольевича. Поздравляю лауреатов и объявляю наше сегодняшнее собрание закрытым. Коллеги, поздравляю вас всех еще раз. Спасибо большое.